Пришла зима, а вместе с ней и простудные заболевания. Острые респираторные вирусные инфекции угрожают человеку круглый год, а вот вспышки заболевания гриппом характерны для холодного времени года. Если вирусные инфекции, будем так говорить, ОРВ, их составляет, ну будем говорить так, процентов 95 от всех инфекционных заболеваний, то в обычное время грипп составляет всего 8%, а в сезонную заболеваемость, то составляет 25%. Сейчас всплеска заболеваний ОРВ и гриппом не наблюдается, но староскольские врачи утверждают, что болезнь лучше предотвратить. И для этого есть методы специфические и не специфические. Бытует, особенно в последнее время, что прививки вредны. Вот прививки – это сейчас единственный специфический метод иммунизации, защиты от этих всех гриппов, допустим, от трех гриппов из четырех, он чем полезен? Оспу за счет чего победили? Только за счет иммунизации. Также и не надо бояться этой иммунизации. Сейчас прививают не живой вакциной, не живыми вирусами гриппа, а прививают их фрагментами. Поэтому в классическом том старом понятии человек не переболевает. Просто вовремя надо прививаться до заболевания. Прививки от гриппа делаются за два месяца до ожидаемого всплеска заболевания. Примерно в августе сентябре. При этом делать ее рекомендуется особенно тем, у кого организм ослаблен другими хроническими заболеваниями. Прививка от гриппа стимулирует именно и не специфический иммунитет, который параллельно может слегка защищать и от других инфекций. Риновирусных, допустим, парагриппов и прочих. Частично стимулирует общий иммунный ответ. Вот поэтому прививки со всех сторон полезны. К не специфическим способам профилактики относятся всем известные, но часто забываемые методы. Это закаливание, здоровый сон, умеренная физическая нагрузка и, конечно, правильное питание. Полезно какое? Красное мясо здесь полезно. Куриные бульоны полезны, если говорим мы о профилактике, потому что они содержат железо, те микроэлементы, которые нам нужны. Это цитрусовый витамин С. Но не все могут, допустим, себе позволить это в достаточном количестве. Можно говорить о наших овощах традиционных. Это капуста. Капуста разновидности разные. Можно и в тушеном виде, и в свежем виде. Но кому что нравится. Это морковь. Но это доступно, это все. Это, возможно, оно использование. При первых признаках болезни врачи рекомендуют обращаться в поликлинику и не заниматься самолечением. Особенно опасен прием антибиотиков без назначения врача. Вот эта пагубная доступность и пагубное начало лечения с антибиотикой в период респиротонных заболеваний, оно настолько вредно, что ужас даже. Представляете, вот все вот эти антибиотики, они же бьют без разбора. По нашим защитникам хорошим и по плохим. И плюс они не действуют на вирусы. Но наших защитников, слизистая полость верта, они убивают напрочь. И эту защиту биологическую нашу устраняют. Поэтому антибиотики кроме вреда ничего не приносят при респираторно-вирусном заболевании. В Староскольских поликлиниках в периоды всплеска ОРВИ и гриппа создаётся специальный поток для инфицированных пациентов. Поэтому не стоит проявлять излишнее рвение и, заражая коллег на работе, переносить болезнь на ногах. Лучше обратиться к врачу и быстро встать на ноги.